Что делать женщине после того, как у нее был первый секс с партнером? В первую очередь ей нужно почувствовать, как это было для нее, насколько она была здесь удовлетворена, насколько партнер был в контакте с ней. Что это было? Наслаждение, работа, она была в стрессе, она очень старалась, она пыталась ему угодить, он пытался ей угодить. Скорее всего, первый секс, который был между мужчиной и женщиной, он, с одной стороны, такая лакмусовая бумажка. Он будет показывать, как будут строиться, отношения в этой паре, если эта пара появится. Будет ли этот мужчина заботиться о ней, вкладывать в нее, или женщина будет все время находиться в состоянии напряжения и не будет естественной в этих отношениях. Ну все, что потом будет образовывать пару, вот это вот первое решение появится или проявится после первого секса. Его можно со всех сторон рассмотреть и увидеть, насколько им было неловко, насколько они были гармоничны друг с другом, насколько она была нежна, насколько он был нежен, насколько они оба были искренни в этом. Он старался ей что-то доказать, она старалась держать спинку ровно, что было живым, а что нет. То есть после первого секса вы всегда можете четко и ясно понимать, насколько эти отношения для вас будут хороши или нехороши. Но если говорить о советах, что конкретно делать после первого секса, когда мужчина и женщина расстались, то первое что надо поехать домой. Лучше всего не оставаться до утра, особенно если это была какая-то нейтральная территория или это была его территория. Если это была ваша территория, то вам лучше расстаться. То утро, которое вы можете встретить, та близость, которая должна утром проявиться, ее может не быть и это может очень сильно ранить. Вы можете быть слишком искусственны или вы можете играть в эту близость, которая еще не родилась. Близость как некое доверие, которое рождается между партнерами. И первый секс это не повод для того, чтобы эта близость родилась. И если женщина и мужчина остаются вместе в одной постели и с утра просыпаются, не важно, что это номер отеля или это квартира, то утро это такой момент, когда им нужно сейчас как-то вести друг с другом себя по-новому. Но этого нового за ночь как бы сладко. Вы не общались ночью, какими бы страстными не были объятия, близости еще нет. И это утро может быть слишком фальшивым или вы будете изображать то, чего еще нет на самом деле, вот этой близости, открытости. Или это будут какие-то сухие формальные отношения, которые могут задеть не только вас, но и партнера. Поэтому мой совет такой — расстаньтесь, уедьте к себе домой, побудьте в своем покое и уезжая оставьте дорогу для следующей вашей встречи. То есть должно быть нечто незавершенное в этом прощании, нечто предсказывающее, что есть следующая встреча. То есть вы должны быть убеждены, что у вас есть его телефон, у него есть ваш телефон, что вы договорились о следующей встрече или о его звонке. И ваше время сейчас достаточно простое. Вы просто ждете следующего контакта. Не наша забота после первого секса активизировать контакт. Следующий шаг — только шаг мужчина. Здесь, между этим первым сексом и вашей следующей встречей, мужчина принимает свое решение. Что это было для него? Каково это было для него, эта встреча? И очень хорошо, когда в этот момент ничто на него не давит, у него нет никаких по отношению к вам обязательств, вы не пишете ему море любовных смс-ок. Дайте ему возможность выразить те чувства, которые у него начинают зарождаться. И помните, для нас и для мужчин секс играет очень разную роль. Женщина начинает после секса привязываться к мужчине. После первого секса мы начинаем выходить замуж за этого партнера. Мы начинаем прикидывать, даже если до секса мы точно понимали, что это только сексуальные отношения. После секса так устроена женская природа, мы начинаем искать такие пазлы, чтобы сложить, а вдруг все-таки это возможно. Поэтому помните об этой игре нашего бессознательного, что мы становимся слишком чувствительными, склонны что-то прощать, не видеть, закрывать на что-то глаза, одевать розовые очки. У нас эти розовые очки наступают как раз сразу после первого секса. Поэтому оставьте ваши розовые очки на полочке и оставайтесь в таком спокойном состоянии ожидания. Если вам очень нужны эти отношения, прекрасно дайте этим отношениям созреть. Если вы не знаете, насколько вам нужны дальше эти отношения, дайте этим отношениям созреть и после того, как мужчина проявит активность, вы будете уже решать да или нет. Ну и если третий вариант, эти отношения не стали для вас чем-то серьезными, если после первого секса вы скорее склонны думать, что это нет, не то, то дайте этим отношениям созреть, дайте мужчине возможность позвонить вам или встретиться с вами, чтобы сказать, что отношений дальше не будет. Итак, мой совет — это пауза и дать возможность мужчине созреть в своем решении. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.